Македония провалила референдум об изменении названия страны, который должен был открыть ей путь к членству в ЕС и НАТО. Несмотря на результат 90% голосов за, референдум нелегитимен, поскольку на участки пришли только треть избирателей. Как власти страны собираются действовать дальше, расскажет Елена Абрамович. С танцами и песнями отпраздновали провал референдума сторонники сохранения названия Македонии. Несмотря на то, что большинство граждан за вступление в ЕС и НАТО, изменение названия своей страны на Республика Северная Македония, по их словам, это слишком большая уступка Греции. Вообще люди за Европейский Союз и НАТО, но не любой ценой. Во время кампании нас агитировали голосовать за, подчеркивая европейские ценности и европейский образ жизни. Но если посмотреть на ситуацию за последние полтора года, люди, которые за этим стоят, не являются настоящими представителями этих ценностей. Оппоненты референдума призвали народ бойкотировать голосование, и на участки пришли лишь треть избирателей. А для легитимности в ее изъявлении нужна явка в 50%. С другой стороны, более 90% голосов были за. Именно на это делает упор премьер страны, который инициировал референдум. Он обещает все-таки вынести вопрос об изменении названия на голосование в парламент. Я хотел бы попросить депутатов оппозиционной партии уважать демократическое решение большинства голосовавших. Другого пути нет, иначе нам нужно будет использовать в ближайшее время другой демократический инструмент – перевыборы. Оппозиционная партия, от голосования которой зависит результат, еще ранее заявляла, если явка будет ниже 50%, не поддержит переименование. Тем временем в Брюсселе приветствовали граждан, принявших участие в референдуме. Еврокомиссар по вопросам политики расширения Йоганес Хан призвал политических лидеров Македонии уважать решения граждан, которые сказали «да» подавляющим большинством. Если же власти страны не доведут дело с изменением названия до конца, Греция, которая имеет одноименный регион и опасается территориальных претензий в будущем, продолжит блокировать принятие Македонии в НАТО и ЕС. Елена Абрамович, Вадим Сверидонов, подробности. Европейское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова